Здравствуйте, это программа 8 вкусов. Готовьте вместе с нами, это будет не только вкусно и полезно, но и интересно. А у нас в гостях сегодня невероятно яркая и красивая девушка Сусанна, солистка группы Трио Инсайдс. Сусанна, привет! Привет! Ну, для начала, наверное, попрошу рассказать тебя о вашей команде. Я знаю, что у вас была некая перезагрузка, и сейчас вы работаете в новой ипостаси. Совершенно верно. Как это произошло и почему? Ну, вообще мы образовались, в принципе, как Трио. Это произошло прошлой весной, мы достаточно уверенно стартанули. У нас тоже было радиотелевидение, повсюду нас приглашали, и была определенная философия, да, то есть мы делали в лаунжевом формате песни, даже русские. То есть мы перепевали лабаду, английские, естественно, тоже были, но, тем не менее, как раз-таки большинство цепляло именно это. Поскольку философия была такова о том, что зарубежных перепевок очень много в лаунже, в джазе и в других направлениях, а русских песен практически никто не делает. Поэтому у нас была и лабада, и басает у Маши, и даже дискотеку-аварию мы сделали в лаунже. Поэтому, собственно, быстро заслужили любовь у зрителей, успели поработать и на разных площадках, и на свадьбах. Но лаунж — это одна душа, но был тот проект, который зрел уже давно. У меня была идея еще года три назад сделать коллектив, даже придумала для него название «Сирена», ну, потому что девушка-русалка там, поющая, заманивающая моряков. Но, к сожалению, обстоятельства сложились так, что не получилось. Я мальчишкам в свое время сказала, я говорю, я хочу сделать обязательно клубный еще проект. И так получилось, что мы отработали год с лаунжевой программой и решили, что с января можно уже создавать новый проект. Мы приступили к поиску и созданию материала, поскольку мы работаем под подложки, на которые накладывается битбокс, на которые гитара накладывается, и, соответственно, вокал. То есть есть замиксованное основание, под которое мы работаем. Но потом вступил в силу карантин, простите, самоизоляция, и, может быть, это было и на руку, и мы за это время успели подготовиться, создать для себя образы, отрепетировать, качественно подготовить хороший продукт. И уже, в свою очередь, сейчас, когда весь мир и наш город в том числе оживают, мы, наконец-то, выходим на сцену и начинаем радовать наших зрителей. Ты с детства занимаешься музыкой? Да, я пою с шести лет, наверное. Вот как села за фортепиано заниматься, мне показывали нотки, и ровно с этого момента я пела до, ре, ми, фа, со, ля, си, до, и все, и с тех пор пошло. То есть в другой профессии ты себя даже не видела, не представляла? Или был период, когда ты все-таки уходила со сцены? Во взрослом возрасте я уходила, уходила по всем абсолютно понятным причинам, я стала мамочкой, отдала себя первые годы жизни ребенку, вот, и после этого благополучно вернулась на сцену, и теперь моя малышка восхищается, говорит, ой, это была мама! Я смотрела, и, то есть, вот, стараюсь дать своей дочери поводы мной гордиться, когда она уже подрастет в полной мере, это осознает, и, ну, ей сейчас очень приятно, и она просится на концерты вместе со мной. Хотя время позднее, она такая, я буду сидеть, я буду ждать, я хочу, ну, вот, поэтому уходила, но вернулась, я этому безумно рада. Ну, она видит, что мама выглядит как кукла, и я вот не могу не задать тебе этот вопрос, я знаю, что в детстве ты была даже мисс Барби. Да. Где, что это за история, где проходил такой конкурс? В 7 лет я получила это прекрасное звание, кто же знал, что это будет так пророчески, что потом, в 2020-м, я вновь буду Барби. Вот, на самом деле, 1997 год, обычный конкурс городской, после которого мне дали это звание. Так получилось, что у меня был большой стимул, это был день рождения моей мамы, и мне так сильно хотелось ей сделать подарок, а что может сделать семилетка? Принести грамоту домой, вот, поэтому я с радостью начала свою эру завоевания первых мест, и с тех пор не останавливалась. Ты такая стройная, такая красивая, я думаю, ты, наверное, конечно, соблюдаешь определенную диету. Стараюсь. Стараешься. Да. Но все мы любим все равно вкусно поесть, и я не могу не спросить, какое твое любимое блюдо? Вообще, я люблю морепродукты в любой ипостаси. Обычно я сама себе дома делаю креветочки в сливочном соусе, люблю баклажанчики запеченные. И на самом деле очень-очень люблю готовить что-то печеное, то есть всевозможные закрытые пироги с яблоками, с бананчиками, до чуньки тоже делаю, всевозможные плюшечки. Ну, в общем, готовить это моя страсть, и тогда, когда появляется возможность, у нас даже по секрету, все мои друзья очень любят ходить ко мне то на новоселье, то на какие-нибудь просто званые вечера, потому что они приходят и говорят, ну ты как всегда, и у меня там канапешечки там, то-то-то-то-то-то-то и так далее. Чтобы было не только вкусно, но еще и красиво. Это же женская сущность, эстетика должна быть во всем. Я предлагаю тебе попробовать сегодняшнее блюдо от шеф-повара. Нам сегодня готовил Александр Клепиков, шеф-повар ресторана «Синдикат» и «Порт-кафе». Это мексиканский суп. Я такого еще не пробовала. Будем пробовать? Да, будем. Давай. У нас сегодня дебют. Дебют, это хорошо. Ну что, начинай. Так. Ну как? Слушай, очень вкусно. Я переживала, что он будет острым. Из-за того, что это мексиканский суп. Но он очень гармоничный. Там фасолечка есть, и прям обожаю фасоль. Кстати, легкий? Угу. Мне кажется, девочка, можно готовить и есть такой суп? Легкий и нежирный. Это радует. Я предлагаю доедать? Да. А пока шеф-повар Александр Клепиков расскажет, как приготовить такой мексиканский суп. Рестораны, синдикаты, порт-кафе объединились и отныне представляют единый гастрономический формат стейки и морепродукты. Сегодня объединенный ресторан предлагает своим гостям все лучшее, что было наработано в этих заведениях за предыдущие годы. Рестораны объединили не только кухни, но и интерьеры. Сейчас здесь есть зона классического стейкхауса и две обособленные посадочные зоны, декорированные в узнаваемом стиле порт-кафе. Капитанская кают-компания и зона с большим аквариумом, где мебель изготовлена из просоленных и высушенных солнцем досок старых лодок. Общее меню представляет гостям большой выбор. Здесь можно найти стейки из премиального мяса, которыми славится синдикат, и свежейшие морепродукты, которыми был известен порт-кафе. Над приготовлением блюд работает объединенная команда профессионалов двух ресторанов. Два шеф-повара на одной кухне. Здравствуйте, меня зовут Клебиков Александр, я шеф-повар ресторана порт-кафе. Сегодня с вами мы приготовим мексиканский суп. Для мексиканского супа нам понадобится фасоль, томаты фронта в собственном соку, перец болгарский, куриная грудка, репчатый лук, сыр чеддер, масло растительное, зеленое украшение и специя така. Основными компонентами, которые являются, это зерат, мин, кумин и чеснок. Ну что ж, приступим. Разогреваем сотейник, наливаем туда растительное масло. Лук будем резать кубиком, средним, не мелким, где-то по полсантиметра. Супчик этот готовится быстро, поэтому его можно очень легко приготовить в домашних условиях. Пока у нас обжаривается лук, мы быстро с вами также нарежем кубиком болгарский перец. Почему суп называется мексиканским? Наверное, потому что он нам пришел к родам из Мексики. И не зря вот специя така, это вот оригинальная специя из Мексики. Забрасываем сюда наш перчик. Пассируем это в течение двух-трех минут до полуготовности наших овощей. Затем мы будем добавлять томаты фронта в собственном соку. Это простые помидоры без кожицы, со специями. Тоже все это тушим буквально минуту. Добавляем немножко куриного бульона. Щепотку сахара. Фасоль. Фасоль у нас уже отварная заранее, потому что процесс долгий, поэтому мы предварительно отварили. Добавляем нашу специю. Вновь наливаем куриный бульон. И доводим суп до готовности. Вот наш супчик закипел. Даем ему покипеть буквально минуту-две. Тем временем я пока нарежу куриную грудку. Грудочку можно резать произвольно, кто как пожелает. Остается попробовать. Можно и еще немножечко добавить така. Все, наш супчик готов. А при подаче мы положим сейчас грудку. Сыр чеддер. И украсим это зеленью. Наш супчик готов. Приятного аппетита! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Времи всегда вкусно. Продукция собственного производства Реми. Салаты, фастфуд и кулинария. Со скидкой 40% с 8 часов вечера и до закрытия магазина. Реми всегда выгодна! И мы приступаем к основной части нашей программы, к приготовлению главного нашего блюда. Я напоминаю, что продукты нам предоставили супермаркеты, доступные в Цен Реми. А вот какое блюдо сегодня мы будем готовить, расскажет шеф-повар Александр Клепиков. Александр, вам слово. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, девочки. Сегодня мы с вами приготовим скоблянку из морепродуктов. Набор достаточно простой, все это вы можете купить в магазине. Это кальмар, креветочка, кукумария, бекон, черрики в собственном соку, сливки, масло растительное, морковь, лук репчатый, лук-порей, цукини и зелень на украшение. Очень красивая микрозелень. Вот Сусане, я знаю, очень понравилась. Она уже хотела ее скушать. Так, что, приступим? Давай. С чего мы начинаем? Первый этап нашего приготовления? Сначала мы включим нашу плеточку чудную. Разогреем сотейнички и добавим туда растительное масло. Так, ну а чтобы девочки, наверное, не скучали, я предоставлю им порезать кальмарчик, бекон и креветочку. Все это можно порезать соломочкой. А кто будет резать, вы между собой поделитесь. А можно мне кальмар? Давай. А я возьму самое сложное, наверное, лук и морковь. Ой, спасибо, вы нас прям выручили. Чтобы, да, слезки ваши поберечь. Потому что вы наверняка можете делать это красиво и быстро. Да, здесь нужна тоненькая солома. Так, а кальмар мы режем соломочкой. Режете соломочкой, да. Сусанна, ты вообще часто готовишь? Достаточно. Я вообще очень люблю готовить, поэтому я искренне рада, что сегодня новое блюдо, которое появится в моей копилке. То есть новых рецептов ты не боишься? Нет, конечно. Я боюсь каких-нибудь неизвестных ингредиентов, когда ты что-нибудь открываешь, а там требуется какой-нибудь пыльца-единорога или еще что-нибудь. Или пыльина, как любят говорить, да? Да, 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 совершенно верно. И поэтому ты думаешь, а где же мне это взять для того, чтобы было так вкусно? А сегодня все крайне понятно. Это радует, поэтому... Да, блюдо на самом деле простое, его можно легко приготовить в домашних условиях. Я думаю, что будет очень вкусно, особенно с такими ингредиентами. Я точно не сомневаюсь. Я обожаю морепродукции. Да, сначала вот мы с вами пассируем овощи. Креветку мы прямо вот мелко, да, нарежем? Тоже можете, да, или резать произвольно, в принципе. Мы с вами, как говорится, делаем для дома. Вот, можно теперь сюда аккуратненько закинуть бекончик. Александр, а скоблянка – это блюдо происхождения какой страны? Наверное, мне кажется, это коренные народы наши какие-то, дальневосточные всего. Местные. Местные, да. У меня, допустим, например, бабушка, она готова скоблянку из трепанга. Ну, это, наверное, первый раз я ее попробовал в 90-м году, когда мне было 6 лет всего лишь навсего. Ну, и с тех пор, вот я, наверное, с 6 лет, я знаю, что такое скоблянка. То есть у нас сегодня истинно дальневосточное блюдо. Да, наше дальневосточное, приморское блюдо, туда же кукумарио, вот это. А вы прям всю давайте. Давайте я вам помогу коллективно. Тамин, тушим немножечко, минут 5, не больше. Кукумария, чем больше, тем лучше она, тем сочнее, нежнее будет. А, то есть это не как со всеми продуктами, если дольше ты их жаришь, они станут серединовыми. Да, скоблянка, чем дольше, тем лучше кукумарио. Теперь мы добавим туда с вами фронта. Мы готовим сегодня на газе, как можно заметить, несложно, да? Да. Но если мы готовим дома на традиционной печи, на какой температуре нужно томить все эти... Все это средний огонь. Средний огонь. Я знаю, что у тебя активная сценическая жизнь. Да, крайняя. Работаешь ты в нескольких образах. Расскажи, чем живете сейчас? Выступаете ли часто? Сейчас уже все просыпается, все оживают. Как ваша творческая жизнь? Мы, как артисты, искренне радуемся. Да, на самом деле, все артисты города искренне радуются, поскольку 3 месяца, даже 4 месяца, когда ты находишься в ожидании. Нам, на самом деле, нашему коллективу, они пошли только на руку, поскольку мы приняли решение о создании данного проекта именно как раз-таки зимой. После того, как отработали предновогоднюю декаду, мы такие о том, что все, настал период для того проекта, который давно уже зрел, и мы сделали новую версию Inside Club, поскольку до этого мы работали в акустике. Планов просто огромное количество. Я, признаться, засиделась во Владивостоке, поэтому у меня душа просит сцен Хабаровска, хочу в Якутию и вообще везде, где только можно. Знаю, что есть у нас большая площадка Платином Арена, и я мечтаю поработать на всем этом. Вообще, я люблю, когда много зрителей, и какой артист не любит, когда много зрителей. То есть ты сторонница больших залов, больших площадок, нежели камерных, да? Да, 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 да. Нет, камерные, она... Хороша по-своему. Да, они имеют свою атмосферу, это классно, потому что есть контакт со зрителем, вот он прям, как мы с тобой разговариваем, да, и ты можешь ему, там, вот так, с Петю. Большое количество людей – это всегда мощный поток энергии в обратку. В прошлом году мы имели возможность выступать на Дне строителя в Спаске, в Покино, и тогда, когда перед тобой полная площадь людей, и все начинают подпевать за тобой песни, ты себя чувствуешь, как настоящая звезда. Это очень круто, и это на самом деле наркотик для артиста. Вот, поэтому я этого снова жду, очень хочу, и поэтому такие большие планы. Я представляю, насколько сильный заряд энергии ты получаешь, выступая на таких площадках. Да, так и есть. Японский киберпанк. Не могу про него не спросить, рассказывай. Ну, японский киберпанк, он образовался не случайно, потому что все мы люди, которые рядом находятся с Азией, мы на этом воспитаны, и когда москвичи приезжают, для них это диковинга, для нас это вполне естественно. Поэтому вся вот эта вот некоторая анимешность в образе имеет собой подоплеку. Ну, ладно, я анимашка, но у нас еще наши ребята тоже достаточно яркие, у нас есть образы такие технологичные, сделан специальный световой рукав, еще планируется световое оборудование, которое тоже в процессе изготовления. Ну, то есть это не единственный образ, в котором меня еще можно будет увидеть, у меня еще будут голубые волосы и там другие костюмчики, то есть он просто в процессе. Пока мы вот только имели возможность стартануть, дальше больше. Поэтому киберпанк, для всех это слово больше, ну, все привыкли другие фильмы видеть, да, а японский киберпанк, это не он, это современность, это технологичность, это вот как раз-таки... Яркость такая. Это, да, это вот эти все фоксийные цвета, очень яркие, потому что мы люди сцены, надо притягивать к себе внимание не только музыкой, хотя музыка у нас тоже очень классная. Ну, смотри, был же этап, когда вот вы решили прийти к этому стилю, может быть, там оно произошло все-таки как-то больше, наверное, по желанию, само собой, да, вы к этому пришли, но тем не менее, был момент, когда вы вот в этих ярких образах впервые вышли на сцену. Было ли как-то не по себе? Еще не вышли на сцену, еще же только все выходят с карантина. А, то есть вы вот прямо еще ни разу не выступали в данном Аплуа? Мы не выступали в данном Аплуа на сцене, но мы уже были на онлайн-фестивале, у нас были тестовые пробы на других площадках, то есть мы смотрели по звуку. У вас была возможность порепетировать себя в новом образе? Да, но на самом деле больше не порепетировать в новом образе, а мы очень ответственно подходим к саунду, то есть к звучанию, и каждый член команды выполняет свою роль, да, и у каждого есть достаточно большой багаж оборудования, да, то есть у каждого человека, у гитариста у него своя примочка фрактал, у меня своя голосовая примочка, которая дает различные эффекты, у нашего битбоксера, который запускает эти подложки, у него там тоже всего однофаршировано. Поэтому для того, чтобы это хорошо все звучало, требуется выходить на хорошие колонки, на хороший звук и смотреть, как все это смотрится вместе, и дальше уже ровнять звук. Качество превыше всего. Здорово. Немножечко прерву тебя, Александр. Да, пока девочки мило общались, я незаметно добавил сюда рыбный бульон, но если у вас нет рыбного бульона, вы можете обойтись простой водой, поэтому это не страшно. Можно добавить немножко соевого соуса. У нас бульон на вкус будет более насыщенный. Конечно, будет насыщенный вкус, будет ароматика вкусная. Поэтому лучше бульон. Можно, да, не полениться, а отварить рыбный бульон. Для этого нужны любая порода рыб, поэтому неважно. Вот сейчас у нас все это протушилось, я добавил петрушки. Сейчас дождемся консистенции, когда он слегка, вот эта наша масса вся загустеет. То есть нам здесь не нужно бояться такой однородности, да? Не нужно бояться. И в самом конце мы с вами даваем кальмары и креветки, потому что они готовятся буквально 10 секунд. Очень быстро, да? Сусанна, ты уже немножечко рассказала о вашей команде, но в целом. А хочется услышать отдельно о каждом из участников коллектива. Я каждым горжусь безумно, потому что они на самом деле музыканты с большой буквы. Для меня это большая гордость в силу того, что я обладаю лишь только одним инструментом. Я 9 лет училась на фортепиано, потом у меня был большой перерыв. Я все забыла и больше на фортепиано не играю, хотя она дома ждет своего часа. Но музыканты большие молодцы. Например, гитарист у нас имеет два высших музыкальных образования. Он умеет, мне кажется, играть на всем, чем только можно, и за все, что берется, у него получается. То есть барабаны, гитара, скрипка. Это талант, наверное. Больше талант не жалею. Ну, я бы сказала, что тут еще и педантичность. Это вот как с поварством тоже. Мне кажется, сложно научиться. Это должно от души идти. Это должен быть талант. Потому что много людей, которые заканчивают колледжи, институты поварские, но у них ничего не получается. И талант, и работа над собой, да, постоянно? Да, в первую очередь. Это в первую очередь, да. Тремиться развиваться, не бояться чего-то нового. Ну вот, и поэтому он у нас большой молодец. Он как раз-таки был нашей движущей силой по созданию материала, да, поскольку у нас это ремиксы. И он, ну, в общем, душу вложил для того, чтобы включиться в этот процесс, изучить и сделать тот продукт, который получился на выходе. Это, конечно, коллективная работа, но с точки зрения технического программы, это вот как раз-таки его заслуга. Поэтому вот, собственно, то, что есть в нашем коллективе в плане дисторшена, утяжеления всех песен. Все любят, на самом деле, рок. Дисторшен очень знакомое ему слово. Я очень люблю тяжелую музыку, поэтому... Вот. Я знаю, о чем вы говорите. Сусанна не обманывает, все любят. Да, я не обманываю, все любят, на самом деле. Вот, и поэтому то, все то, что тяжелое есть в нашем коллективе в плане звучания, это от нашего гитариста Евгения. Дальше гордость нашего коллектива. Вторая, это Данил, тоже человек с музыкальным образованием, который такой весь в наушниках, современный MC, диджей, да, то есть добавляют всевозможные вставки в выступлении. Крайне обаятельный молодой человек, но при этом для меня было большой неожиданностью, что он еще играет на вот такой огромной балалайке. Серьезно? Так и называется, да, балалайка? Да, это балалайка, я, конечно, могу что-нибудь неправильно озвучить, но допростят меня мальчишки, но по поводу размера я не обманываюсь, серьезно, она вот такая большая. Это как, наверное, есть концерты, делают наши вот хоры, я видел даже вот такие вот большие. Да, да, да. Она на пол опирается, да? Да, 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 совершенно верно, вот это она. Тоже безумно талантливый молодой человек, прекрасный музыкант, если не ошибаюсь, на фортепиано тоже умеет играть. И поэтому тогда, когда у нас происходят какие-то дебаты относительно музыки, я притихаю, и у них начинаются собственные там что, где, какая гармония, как это сделать. Вот поэтому они большие молодцы, все вкладываются, знаешь, очень классный тандем. Ну, Сусанна, ты работаешь, как я говорила уже в начале нашего разговора, в двух ипостасях. Это лаунж-версия музыкальная, музыка лаунж, да, и музыка, как мы сказали, японский киберпанк. Не сложно ли тебе переключаться? Да, на самом деле нет, буквально сегодня мне предстоит поработать один концерт в лаунж-версии, элегантной, дивой, в вечернем платье с красивыми кудрями. А после этого, буквально там два часа до концерта, необходимо будет переодеться в другой образ, и все. На самом деле это как у всех артистов, которые шутят о том, что... То есть независимо от образа, это не зависит. Волшебство перевоплощения, да, происходит? Да, это не зависит от температуры, это не зависит от того, как ты себя чувствуешь, что у тебя произошло в жизни, ты в любом случае должен выйти на сцену, и ты должен радовать своего зрителя, поскольку его все это не касается. То же самое и касательно перевоплощения, да, то есть это моя работа, я ее очень люблю. Ты сказала, вне зависимости от обстоятельств, артист выходит на сцену и радует зрителя. Тебя сцена лечит? Обязательно, это в принципе самое главное лекарство. В самые неблагоприятные периоды в моей жизни сцена лечила, сцена была моим лекарством, поэтому... Без вариантов. Да, без вариантов. И бывает, прям голова болит перед выходом на сцену, ты пьешь таблетки, они тебе не помогают, ты выходишь к людям, и у тебя все проходит. Просто все, я не знаю, как эта магия работает, но она работает. Александр, а у вас? Я считаю, я абсолютно уверена в том, что работа повара, это очень творческая работа. Творческий процесс, да, несомненно. И плюс, вот подмечу, верно сказано, что бывает, нет ни настроения, ни желания. Но когда ты приходишь на работу, становишься за любимое свое место, и все, все у тебя проходит моментально. А вы всегда мечтали готовить с детства? Или случайно? Не скажу, что мечтал, у меня все это случайно получилось. Я вообще по образованию у меня специалист в сфере гостинично-ресторанного бизнеса, менеджер по туризму. Но судьба сложилась так, что случайно попался, так сказать, на кухню по совету друга, и вот здесь остался. То есть у вас тот самый кулинарный талант, о котором вы говорили? Ну, можно так сказать, да, я нигде не учился, ничему, поэтому... Но любили готовиться? Я любил готовить, с первого класса, да. Как интересно. В первом классе как сварил макароны, и мама прямо эту тарелку из кастрюли выкинула. У вас вопрос из зала, да? У меня вопрос из зала, я люблю поваров, с ними часто общаюсь, и многие говорят, что они дома не готовят. Вынужден. Никуда до этого не деться, конечно. Нет, ну, если говорят, я так наготовился на работе, что дома совершенно не кушать. Кушать хочется и дома, поэтому... Кушать хочется всегда и везде, поэтому готовим и дома. Конечно, не так, как здесь, для себя любимого немножко по-другому. Попроще? Конечно, абсолютно. Мы стараемся для кого-то больше, наверное, удивить гостей, родных, близких. Тогда, да, мы там начинаем что-то придумывать, завуалировать. А для себя любимых пельмени, макароны, ничего сложного. А какое у вас любимое блюдо? Любимое? Я могу пасту есть каждый день. Я тоже. Абсолютно. Даже Моника Белуччи у нее как-то задали вопрос, откуда у вас секрет такой стройности? Она сказала, я просто ем пасту каждый день. Все, да? Надо есть пасту каждый день. Главное, из твердых сортов. Да, это, кстати, очень важно. И не наваривать, и альденте. Если переварить, то будем толстеть. А я себя, значит, ограничиваю. Беру жгу фигуру и не ем пасту, оказывается. Мы же только что решили, что будем как Моника Белуччи. Уже можно. Все, хорошо. У меня еще один вопрос к Александру. Вы сказали, с первого класса готовите. Может быть, вы помните то самое блюдо, с которого началась ваша история? То есть в кухне, в профессиональной? Нет, именно вот в детстве. Что первое вы приготовили? Это макароны. Это опять же паста. Вот так. Из программы в программу мы всегда говорим о том, что в разных странах, у разных людей любимое блюдо – это паста. Все-таки итальянская кухня пока побеждает и объединяет. Но это неудивительно. Давайте продолжим наше приготовление. Подходит к завершению процесса нашего блюда. Нам осталось буквально бланшернуть наши морепродукты замечательные. Я вам закидываю все это. Преветочка пошла. Преветочка. Альмарчик пошел. И буквально нам на это понадобится сейчас буквально 30 секунд. Так как у нас это белочек, он сворачивается очень быстро. А можно ли вот у нас сегодня были помидоры в собственном соку? Ну, не всегда они есть под рукой, да, дома. Можно их заменить, может быть, томатной пастой? Ну, томатная паста, кто как любит, у кого-то, да, с желудком проблемы. Можно взять простые помидоры, либо томаты черри. Обычные помидоры лучше, да? Ну, и желательно, конечно, с них снять шкурку, потому что шкурка помидора на нас не переваривается, ее желательно снимать. А я не знала, что не переваривается. Она не переваривается, да, поэтому ее всегда снимают. Крайне полезно. На этом наша скобляночка вкусная, жирная, наваристая готова. Осталось ее только выложить и украсить. Давайте это делать? Давайте. Украшение же, это же наша любимая часть. Чисто женская, чтобы все было красиво. У нас очень получилась такая, по-морскому настоящая, много морепродуктов. Красивая, очень. Самое главное, вкусная. Я даже не сомневаюсь. Это, так сказать, хит нашего ресторана «Скоблянка». И я хочу подметить, насколько это все-таки несложное блюдо оказалось. Да, это очень простое, на самом деле, блюдо. Нарезать, наверное, это самое сложное. Самое сложное, это потом глаза вытирать после. А после лука? Да. Так, ну, вот это на любителя, смотрите. Мы еще в конце добавляем сливки. Давайте сделаем короче. Ту массу, которую мы выложили, мы слегка прогреваем сливки. Уже в самом конце, после этого. Да, когда все выложили, оставили чуть соуса здесь, который остался от «Скоблянка». Но, опять же, это по желанию, кто как любит. Я очень люблю сливочные соусы. Я тоже. Мне кажется, тот, кто говорит, что не любит, он просто хитрит. Или не умеет их готовить. Или худеет. Тоже как вариант. Но от жизни же надо брать все, поэтому... Поэтому мы сделаем сливочные соусы. Твой любимый момент. А я все думаю, я думала, что ее надо будет отщипывать. Ну, если она с корнями может вылетать, поэтому... Либо ножничками, либо ножичками. А у нас тут возник вопрос, до того, как мы начали готовить. Ведь дома можно самим легко выращивать микрозелень? Нет, это на самом деле очень сложный, да, трудоемкий процесс. Это можно, но это непросто на самом деле. Много нужно хороших условий. Свет, вода, специальное оборудование. Дома это можно делать, но это нужны затраты, терпение. Мой мир рухнул сейчас. Терпение. Нет, но попытка-то все равно же стоит того. Вдруг получится. Конечный наш штрих. Какая красота. Очень аппетитно. Фантастика. Можно теперь украсить финальный штрих. Петрушечка нам... А, я петрушечку порезал, туда добавил. Она у нас внутри. Подождите, я хочу сделать, как этот, по-модненькому уже. Вот так. Вы же знаете эту шуточку про поваров, да, которые в Дубае? А, да. Да, 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 да. На египте, да, на среду. Да, да, да. Александр, я думаю, мы можем пробовать. Я не сомневаюсь. Нужно приступать. Ложки у меня, поэтому я командовать буду чуть-чуть. Держи. Благодарю. Давайте, наверное, вы первые попробуйте. Давайте. Скоблянку едят ложкой, правильно? Ложкой. Это ложкой. Я вот там соусом. Сусан, не стесняюсь? Да. Главное, сразу соусом зачерпнуть. Мне прям интересно. Вкусно. Как вкусно, боже мой. Как всегда. Спасибо, Александр. Не зря, да, этот хит является хитом нашим. Я же говорила, что все мужчины в моем окружении чаще всего обо мне заботятся. Тем более, так приготовили вкусно. Спасибо вам большое. Безумно вкусно. Очень, очень вкусно. Потрясающе просто. Да, мне нравится, что, несмотря на то, что блюдо готовится по принципу загущения, да, то есть продукты, они смешиваются, томятся вместе, но каждый по отдельности вкус, он ощущается. А вот в чем секрет такой? Это вот нужно соблюдать прям, соблюсти технику? Нет, на самом деле, все это просто. Это, видимо, вот компоненты друг с другом играют. Наверное, поэтому все вот так вот вкусно, удачно получается. А сливочки это как играют. Да. Просто такая гамма вкусов, фантастика. Хоть Александр сказал, что сливочный соус на любителя в этом блюде, обязательно пробуйте именно с ним, правда? Да. Ну что, мы, наверное, продолжим доедать уже за кадром, да? Да, точно. Ну что, всем приятного аппетита! Это была программа «Восемь вкусов». Пока-пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok